Что можно сказать про Е25? Представьте себе падение заряженного бомбардировщика в завод по изготовлению фейерверков. Вот это такая же ржака! Она бешеная, бешеная во всем. У нее самый высокий ДПМ в игре на седьмом уровне. Она носится как трипер по баракам. Она быстро сливается и держит игрока в постоянном напряжении. Тащить на ней все равно, что усидеть на выращенной мастероидом жеребце, чей анус смазали васаби. Это пришпоренное безумие. Я признаюсь вам, я не ПТ-вод. Я не люблю и не умею играть на ПТ, у которых отсутствует броня и башня. Мне не хватает терпения выжидать в кустах своего часа, наблюдая, как помирает моя команда. Однако, Е25, наверное, единственный ПТ, который не требует подобного геймплея. Альфа в 160 единиц мало удивит противника, который показался на секунду. Поэтому, чтобы реализовать свой адовый ДПМ, мы обязаны импровизировать на передовой. Что ж, давайте мы взглянем подробно на этот аппарат и поймем, а что же нам делать с ним на этой передовой. Самый главный минус многих ПТ-САУ – отсутствие башни. Это все равно, что вам бы вырезали шею и приклеили на суперклей голову к ту еще. Однако, могучая альфа и хорошая маскировка, как правило, балансируют этот минус. А что же дали Е25? Первое, что нам компенсирует отсутствие башни и отсутствие брони – это КД. Три секунды. Мы просто осыпаем противника свинцом. Такая скорострельность позволяет нам спокойно держать противника на гуселе, критовать экипаж и модули. И даже если вам не особо везет с критованием, орудие Е25 представляет нереальную угрозу для противника. Ведь в минуту мы потенциально способны влить аж 3233 единицы урона. Это сравнивается с некоторыми ПТ-САУ 10 уровня. Однако, это будет сделать непросто, так как пробитие бронебойными снарядами оставляет желать лучшего. Конечно, ситуацию могут исправить подкалиберные снаряды, но тогда мы будем действовать в ущерб главной задачи премиум танка – фарму. Помимо пробития, есть еще момент, который напрямую влияет на геймплей. Это отвратительные углы, как вертикальные, так и горизонтальные. Играть от препятствий так же сложно, как попытаться запихнуть буровую остановку в почтовый ящик. При этом Е25 больше смахивает на черепаху, страдающей каустрофобией, нежели на обладающей самым высоким ДПМом на уровне танка. Что касается остального, то больше к орудию нет претензий. Высокая точность и вполне комфортная скорость сведения. Далее, следующий параметр, компенсирующий отсутствие башни – маневренность и подвижность. Не зря Е25 получила прозвище «Блоха». Она носится по карте, словно ядерная кофемолка. Ощущение, будто внутри нее идут съемки вестерна. Именно подвижность доставляет фан вагонами и позволяет «Блохе» выживать в суровых условиях Блиц. Она быстро набирает максимальную скорость и обладает хорошим поворотом на месте, что позволяет избежать последствий появления лампочки. Что ж, к последнему плюсу можно отнести ее размеры и лучшую маскировку в игре. Однако я не увидел в этом какого-то особого преимущества. Если вы сделали ставку на типичный геймплей крупнокалиберных ПТ, надеясь на маскировку, учтите, что карты небольшие, техника быстрая. Через 2-3 выстрела вас все равно обнаружат и поверьте, вас ополовинит быстрее, чем вы об этом подумаете. Поэтому я бы не стал делать ставку на такой геймплей. Теперь настал черед недостатков. Как вам известно, в этой игре принято платить. Платят все, без исключения игроки, родители игроков и даже сама техника. За свою подвижность Е25 расплатилась броней. У меня вообще не поворачивается язык сказать, что у Е25 есть броня. Она больше смахивает на материал для шезлонгов, нежели на лист металла. Нас пробивают все, и многие это делают фугасом. А учитывая следующий недостаток – несправедливо малое количество ХП, такие попадания становятся критичными. Всего 2 выстрела с деструктора дарит Е25 билет в ангар. И это не беря в расчет мастера по тестированию брони КВ-2 и СУ-152. Им Е25 вообще на зубок. Поэтому играть на данном аппарате надо крайне аккуратно. Хотя порой эта игра меня не перестает удивлять. Последний момент, который я хотел отметить – это нереальная хрупкость Е25. Любая неровность, любой полет – и вы уже стоите на гусле. Не говоря уж о попадании противников, которые критуют ваши модули и экипаж практически каждым выстрелом. Что ж, теперь перейдем к главному вопросу. Фармит ли Е25? В теории – да. У него хороший коэффициент фарма, но на практике придется так часто использовать расходники и голду, что вывозить мы будем в среднем по 35-45 тысяч серебра за бой. Для премтанка 7 уровня это очень мало. Теперь подведем итоги. Бытует мнение, что Е25 – настоящая имба. У него хорошая маскировка и высокий ДПН. Хотя сказать такое, все равно, что заявить – «Я не поеду в стрип-клуб, моя мама станцует мне сегодня вечером, она же тоже женщина». Нет, господа, в условиях Блиц это ПТ-САУ требует скилла и для фарма совершенно не годится. Но, честно сказать, я не встречал более фанового танка, чем Е25. В бою ты творишь кучу нелепостей, получая при этом вагон веселья. И мало того, в конце вы не улетаете в минус. И можете использовать все расходники по максимуму. Поэтому, если вы хотите пофаниться, и у вас есть свободные 1800 рублей, то этот танк для вас. Однако, если вы всерьез подходите к выбору премиум танка для фарма и нагиба, проходите мимо. Е25 не для вас. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Я убегаю делать следующий обзор. Ну а пока... Пока посмотрите бои. Бои. Мы начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попадение. Попадение. Пробив. 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 Пробил. Киев попадания. Пробив. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...